Как я сказал в начале, это не станет слишком скучно для вас. Но бывают вещи в нашей жизни, которым нам следует научиться. Как я сказал, для меня это немного сложнее, чем просто учить по каким-то библейским темам. Но я постараюсь сделать все самое лучшее. И как я сказал в самом начале, мы ищем то, что может нас вдохновить через жизнь этого человека. Таким же образом, как мы смотрели на жизнь Авраама. Что в жизни Авраама нас вдохновляет верить Богу? Что я могу сказать об этом Миле Миккерри? Он то, что говорил, то делал. Что он проповедовал, так и жил. И многие так не делают. Ожидайте большого от Бога. Но также пытайтесь сделать большое для Бога. И наконец Кэрри преодолел сопротивление, оказываемое миссионерству. И он сформировал миссионерскую организацию, которая называлась... Миссионерская организация, которая называлась... Особенно баптистское сообщество ради проповеди Евангелия язычникам. Сейчас эта организация называется немножко по-другому, немножко полегче. БМС — Мировая миссия. БМС — Мировая миссия. Что означает Баптистское миссионерское сообщество. БМС. Эта организация была основана в 1792 году, в октябре. И в которую входил Кэрри сам, Андрю Фуллер, Джон Райланд и Джон Сатклифф. Они не заботились о таких практических моментах, таких как обеспечение финансирования. Также не определяли то, где они будут вообще свои усилия в основном сосредотачивать. То есть, другими словами, не определяли, куда они будут отсылать своих миссионеров. Это был медицинский миссионер, которого звали доктор Джон Томас. И когда они решали, где они вообще будут сосредотачивать все свои усилия миссионерские, то этот медицинский миссионер, доктор Джон Томас, который был в Калькутте, в Индии, он в настоящем моменте, в то время находился в Индии. И он пытался собрать финансы в Индии. Да, он был в Англии, собирал финансы для того, чтобы возвратиться в Индию. И он встретился с Уильямом Кэрри, с остальными мужчинами. И они согласились, что будут его финансировать. И что Уильям Кэрри присоединится к нему и тоже приедет в Индию. И это тоже проходило не так, можно сказать, беспрепятственно, без проблем. В то время Ист-Восточная, как сказать, британская, индийская компания контролировала вообще основную часть деятельности, которая была на территории Индии. И также транспортировку в Индию. Поскольку это было время чая, который был переправляем из Индии в Англию. И Англия владела монополией на чайный бизнес. Кэрри со своим старшим сыном Феликсом. Томас, также его жена и дочь. Сели на корабль и отправились из Англии в апреле 1793. В 1793 году. Долли Кэрри. Долли Кэрри. Хусьши. Жена Кэрри. Уильяма Кэрри. Долли Кэрри. Она отказалась уезжать из Англии. Всегда эти проблемы с женщинами. Никогда не хотят идти. Причина этого такова. Поскольку она была беременна их четвертым сыном. И она никогда не отъезжала своего дома на несколько миль. В радиусе в несколькие милии. Но прежде чем они уезжали, они снова просили ее, чтобы она присоединилась к ним. И она согласилась, когда ее сестра Китти сказала, что я поеду с тобой, помогу тебе. Но, как и в остальных случаях, мы видим, что все было не так уж и просто. Когда они плыли еще, они, получается, остановились у Белого острова. Он буквально на расстоянии нескольких милей от побережья Англии. И в тот момент капитан корабля получает такое сообщение, что если он переправит этих людей в Индию, он потеряет свою работу, его уволит. И больше не будет капитана. Поскольку, почему их не хотели пускать? Потому что они, можно сказать, нарушили торговую монополию из Индской компании. Вот причина этому. Британская истинская компания боялась, чтобы вообще миссионеры какие-либо были на территории Индии. Что миссионеры обратят поколение, население местное. И те уже, как в свою очередь, то население уже не будет работать за копейки на эту истинскую компанию. И, как вы помните, в то время еще было очень много рабского труда. Вильям Вилберфорс? Я никогда не слышал. Я никогда не слышал о нем. Вильям. Он также был человек, который мы можем поговорить о. Вильям Вилберфорс. Вильям Вилберфорс. Что он делал? Он проводил кампания against slave trade. А, Вильям Вилберфорс. Он боролся в это время, как раз в этот период, против работорговли. Я потом проверю, какая дада. В то время уже началось такое понимание, что работорговлю нужно прекращать. И британская истинская компания боится, что миссионеры приедут и обучат людей, и это будет им препятствие. И компетент что делает? Он их выдворяет со своего корабля. И они должны были ожидать еще до июня месяца, пока они снова поплывут в свое путешествие. То уже во втором варианте это был датский корабль, который доставил их в Индию. И, конечно, жена в это время его родила. И она все еще была согласна в том, чтобы переезжать в Индию. И в ноябре они приплыли в Кавалькуту. Поэтому, как долго они вообще плыли? When they began, we don't know. I told you. Я сказал им, когда они начали уплывать. Seven months since April. From April they were seven months on the way. But remember they stayed in the Isle of Wight until June. Помните, до июня они на острове бывают оставались. So from June to November they were actually in sea. Six months. И поэтому с июня до ноября шесть месяцев в море они были. Yeah. Now we can fly to India in 12 hours. А теперь мы можем в Индию перелететь за 12 часов. So, traveling was not very easy. и это путешествие не было с таким уж легким, не очень удобным. Sailing on one of those ships in very cramped quarters. Cramped quarters? Very small. Quarters, you mean like quarters, rooms. А, и получается находиться все это время в маленьких кабинках на корабле. в каютах. Были ли вообще они вообще в то время? Just a crowd of people. И не всегда такое было, поскольку там может быть вообще толпа целая в одном помещении находилась, и все. Okay. During their first year in Calcutta, и во время их первого года пребывания в Калькутте, look for a way to support themselves. Они искали способа, как вообще прожить. И также место, где можно начать миссионерскую работу. Бенгальский язык также начали изучать они, для того, чтобы общаться с местным населением. Один друг Томаса, миссионерский язык. That was, let me see, I have to check on this now. That's the doctor, Томас, doctor John Thomas. But his friend. Yeah, friend of his. Друг этого Томаса. Had two indigo factories. What is it? Indigo is a cloth. It's a cloth with a special color. Blue-like. Yeah, blue. И получается, у этого друга была фабрика по производству материала цвета indigo. And he needed people to run those factories. And he needed people And he needed people to run those factories. So Kerry moved with his family north to Mun-Nabati. Mun-Nabati? Mun-Nabati. Village. Поэтому Керри переезжает со своей семьей в этот городок или село Mun-Nabati, недалеко от Калькутты. For six years Kerry managed the indigo plant. Managed, actually. Получается, в течение шести лет Керри управлял этой фабрикой. And in the same time he completed the first revision of the Bengali New Testament. И в то же самое время параллельно он завершил перевод Нового Завета на бенгальский язык. Поэтому в то же самое время он выучил бенгальский язык, перевел Новый Завет перевел, ну и также отредактировал на бенгальский язык. И в то же самое время он начал формулировать принципы, на которые его миссионная коммунити будет быть формд. Он начал формировать принципы, как будет вообще строиться его миссионерское общество, община. И что включало в себя общинная жизнь, также финансовое самообеспечение, и подготовка местных служителей. Его сын Питер умер от дизентерии, и из-за этого его жена Дороти вообще страдала от нервного срыва, от которого она так и не оправилась. В определенное время это миссионерское общество начало уже отсылать больше миссионеров. Первый был Джон Фаунтин. Он приехал Джон Фаунтин из Англии, и он начал преподавать в этой миссионерской школе в Муннабате. И за ним последовал Уильям Уорд. Он был печатником. Джошуа Маршмен тоже преподаватель в школе. И Дэвид Бринсон. Он был студент, который хотел приехать в Индии. учиться в той школе в Индии. Еще другой Уильям Грант. И он умер через три недели после прибытия в Индию. И поскольку эта эстиндская компания все еще была так настроена враждебно к миссионерам, они переехали в колонию датскую. в Серома Порн. В Серома Порн. Это паспал. Серома Порн. 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 И на 10 геннерий 1800 они были joined by Уильям и его семьи. Кто joined? Все миссионеры переезжают в датскую колонию 10 января 1800 года. И к ним присоединяется Уильям Керри. После уже переселения в новом месте все миссионеры покупают дом для того, чтобы все их семьи там жили и также чтобы там была организована миссионерская школа. И школа должна была быть основным средством их финансового обеспечения. Это означало, что студенты платили за свое обучение. Потому что многие в Индии хотели получить британское образование. И так у них появилась эта возможность. Вильям Вильям начал издательство основал. печатать Библию на бенгальском языке. В августе 1800 года Фаунтин умирает от дизентерии. Но к концу того года у миссии был их первый новообращенный. Он был из Хинду, которого звали Кришна Пал. Да. Они также получили добро правительства local Danish government. Добро правительства? Да, добро правительства. В любом были в подчете у данного правительства. Они были в favor? Да. Получается, ТВСНР или ТВСНР общество было в почете у местного датского правительства. консульства. И также был Ричард Уэллесли. Что он сделал? Он говернер генерал Индии. Из датчской стороны? Нет, он английский. Он английский. Ричард Уэллесли. Ричард Уэллесли. Этот человек был правителем со стороны Англии, со стороны Британии в Индии. Поскольку вы не знаете всей британской истории, Англия в то время все еще была разделена между Британией и Данией. У Дании были свои регионы власти и контроля. Это был период колонизации. Англия владела большей частью Индии. И официально Индия была тогда под управлением Англии. христианства обращаясь в христианство. новое вопрос. тот факт, что из хинду или индусы обращались в христианство, тогда у них миссионеров начал возникать новый вопрос. Такой вопрос, что должны ли новообращенные принадлежать своей касте? Кто из вас знает об индуизме? И что вы знаете? Кастовая система. Я не уверен сколько там этих каст 4 или 5 но официально полностью разделенные касты ничего невозможно сделать за пределами своей касты. И в 1802 году дочь Кришнабал дочь Кришнабал этот человек был из касты Сундра в индуизме. Его дочь вышла замуж за Брахима. Это церковь была публичная демонстрация что церковь repudiated каст distinctions. Она была из одной касты и он был из другой касты. И это было официальное публичное заявление о том, что церковь не признает это деление на касты. Это можно сказать одно из основных таких событий, которые были в то время. Брансон и Томас умирают в 1801 году. В том же году Главный генерал над Индией в этом же году основывает крепость, которая называется Уильям. Он основывает колледж, который называется Форт Уильям. И цель этого колледжа это подготовка и обучение служащих. Гражданских служащих. И этот главный генерал в Индии предлагает Уильяма Керри такую должность профессора по бенгальскому языку в этом колледже. И в это время можно сказать Керри начинал от обувщика до позиции профессора бенгальского языка в Индии. И дальше коллеги ему помогали в том, чтобы переводить дальше. Также он написал учебники по грамматике бенгальского языка. и также санскрит. Это два языка в Индии. Также он начал переводить Библию на санскрит. И также свою связь с этим главным генералом над Индией он использовал для того, чтобы прекратить практику жертвоприношения детей. Маленьких детей. практику сутей. Что это такое? Кто-то знает? Сжигание вдов. Сжигание вдов. Да. Абсолютно правильно. Сати. Обычай, к которому в случае смерти мужа сжигают жену тоже на похоронах, хотя она еще была жива. Очень интересная практика. Чудесная. Очень чудесная. Это было одно из его достижений. и то культурное влияние, которое он оказал. Дороти Керри умерла в 1807 году. Она уже давно не могла ничего делать. даже часто была проблемой для Уильяма Керри. Джон Маршман один из других миссионеров описывал, как Керри работал над своими переводами. В то время как его безумная жена сумасшедшая жена была в соседней комнате иногда кричала и карабкалась по стенам. можно сказать, что в большей мере за всю свою жизнь у Уильяма Керри не было благоприятных условий для работы. Керри женился через год Шарлотт Рухморо. Ее звали Шарлотт. Фамилию не буду повторять. Она была из Дании. И она была очень интеллектуальной. женатой в течение 13 лет, пока она умерла. Из печатного станка этого издательства вышли Библии на бенгальском языке. На санскрите. И еще много других языков и диалектов. На многих языков вообще никогда не печатали. Керри начался translating литературу и священные писания из оригинального санскрита в английском. Это назад? Почему? Да, другая . Почему? Он хотел людям знать , что они сказали. Но какие писания? Стритуты? Санскрит, да, священные писания, скриптюры, Санскрит? Да. Я не понимаю. Получается, Миллем начал переводить снова писания, которые были на санскрите, снова на английский язык. Почему он переводил это? Чтобы уже исходя из санскритского перевода, основан английский язык, люди смогли понять, что это за культура было и какое окружение было тех людей, которые жили там. Таким же образом, если вы будете читать Коран, вы сможете лучше найти подход к мусульманам. Поскольку, если вы сможете цитировать места из Корана для них и показать им, насколько это плохо, тогда это поможет. Потому что большинство из них в принципе и не читают Коран. И они говорят, ничего нет плохого в Коране. Это хорошая книга. Но если прочитаете некоторые предложения в нем, то можно понять, что это прямиком из ада пришло. Иногда мы боимся так поступать. Конечно, вам следует быть осторожными. Но также, если мы хотим достичь людей, нужно понять вообще, где они находятся, в каком месте. для того, чтобы вы смогли лучше донести Евангелие. 11 марта 1812 года произошел пожар в издательстве. Много документов они потеряли, много писаний они потеряли, незаменимых. И что еще они утеряли во время этого пожара? Это словарь по санскриту и родственным языкам. Если бы Кэрри смог завершить этот словарь, это была бы очень огромная помощь. печатная 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 была спасена. Но сам станок печатной был спасен. И еще шесть месяцев издательство смогло продолжать свою работу. Можете это заметить себе, что за всю жизнь Кэрри эта миссия напечатала и распространила Библии частично или полностью на 44 языках и диалектах. В Индии. В тех языках и диалектах, которые в Индии находятся. И также в том же году, в 1812 Адонирам Йотсен Он был американцем и он приехал в Индию, чтобы изучать Писание. В принципе, он был на пути в Индию и изучал Писание. По тематикам это крещение. И он готовился к встрече с Уильямом Кэрри. где он говорил что инфант баптизм было хорошо. И что он хотел вообще достичь? Он хотел поспорить с Уильямом Кэрри, доказать, что крещение младенцев это хорошая вещь. Но в результате своего изучения под своей дороги в Индию он сам становится баптистом. Кэрри просит американских баптистов чтобы те поддерживали этого человека. В результате чего в 1814 году в Индии сформировалось первое американское баптистское сообщество. И позже это сообщество превратилось в новую деноминацию. И большинство американских баптистских деноминаций напрямую или непрямую связанные с этим. В 1818 году Сэромапур колледж был основан этой миссией. Все еще эта миссия существует по наши дни. И в Индии это один из самых лучших образовательных организаций, институтов. цель первоначально того колледжа была в том, чтобы подготовить служителей из местного населения. и дать образование в сфере искусства и науки. Дать это образование для каждого человека независимо от касты. в 1827. The king of Denmark granted a royal charter in 1827. What he did? He granted a royal charter in 1827 that made the college a degree granting institution. получается, просто этот колледж стал университетом и там, где можно получать свое звание. И это был самым первым университетом во всей Азии. В 1820 году Кэрри основал сельскохозяйственное сообщество в Индии. В течение всей своей жизни он был ботаником, причем ботаником с энтузиазмом. Он написал несколько книг по ботанике. Кроме всего прочего, он изучал все те языки, переводил все те Библии на те языки и многое другое тоже. В 1821 году Шарлотт, вторая жена, умирает. До нее умер старший сын Феликс. И в 1823 году он женился в третий раз. Можете посчитать, сколько ему лет тогда было. он женился на вдове, которую звали Грейс Хьюз. Но, к сожалению, возникали уже проблемы в самой миссии. Миссионерское сообщество росло. Старые миссионеры умирали. И менее опытные приходили им на смену. переехали также новые миссионеры, которые не хотели жить в таком общинном порядке, общинном стиле. went so far as to demand a separate house, a stable and servants. А, but stable is what stable? A stable is where you keep horses. А, и получается, один из таких миссионеров зашел настолько далеко, что он потребовал себе отдельный дом, конюшню для лошадей, stable and servants. giving up something for Christ. Можно сказать, отдать что-то ради Христа. Часто у меня свое мнение по этому поводу бывает. Rigorous? Yeah, very strict, very long hours. И они не привыкли к такой жесткой схеме работы Кэри. Очень длинные часы работы, очень напряженная работа. And eventually they became a split. И в конце концов это общество разделяется. Also in England the society changed hands from Andrew Fuller to a man called John Dyer. И что происходит в Англи в это время? Бразды правления переходят от Andrew Fuller к What's the other man's name? Andrew Fuller was the first secretary He died in 1815 and the man who followed him was called John Dyer. But this man was more of a bureaucrat. But we'll come to that in a moment. We'll take a little breath. We'll come to that in a moment. We'll take a little breath.